здравствуйте всем добра и здоровья не обращайте внимание на эту маску лучше давайте обратим внимание на тот материал который мы вам сегодня покажем 3 миллиона граждан обрекли на нищенское существование депутат от кпрф алексей курин из думской трибуны анализирует работу пенсионного фонда получается что наши граждан грабят завидной регулярностью вот знаете кому он это все рассказывает в госдуме они сидят и пропускают все мимо ушей они только мыслят о том куда потратить свою зарплату а в стране до сих пор нет настоящего хозяина и гордиться на сегодняшний день ничего уважаемые зрители если вы считаете что нынешняя власть не справляется со своими обязанностями они должны быть уволены а также обязательно понести наказание за тот ущерб который они нанесли нашей стране обязательно ставьте лайки распространяйте данную информацию в соцсетях досмотрите до конца и прокомментируйте то что вы услышали и так внимание алексей курин и уважаемые коллеги на самом деле три внебюджетных фонда это по большому счету реализация государственной политики и реализации государственных целей поэтому 14 триллионов рублей почти сегодня отрывать от правительства категорически нельзя поэтому сегодня мы проанализируем бюджетные поправки или проектировки и соответственно те цели которые ставятся перед каждым из фондов пенсионный фонд первый фонд его задача это обеспечение достойного пенсионного обеспечения после того как человек закончил свою трудовую деятельность вполне понятно и это определение действует практически во всех странах и так пенсия средняя страховая пенсия на будущий год 17 1115 несмотря на обещанную тысячу средний рост будет 818 рублей эффект от повышения пенсионного возраста затухает как мы и говорили и на будущий год он практически пропадет полностью мягко говоря пенсия в российской федерации не очень высокая если пересчитать по паритету покупательской способности то она приблизительно в полтора два раза ниже чем пенсия вот наших ближайших сотей в том числе прошлом скажем так многих республик в том числе постсоветского пространства за исключением украины и грузии но я думаю на них ориентироваться в плане пенсионного обеспечения смысла нет общий интегральный показатель это доля расходов на пенсионное обеспечение ввп страны так вот если мы посчитаем долю расходов она вроде бы большая 10 триллионов фонд пенсионный 7 5 7 6 падением 7 3 до 2024 года но если мы очистим от социальных обязательств возьмем только выплата пенсии это 8 триллионов рублей это 5 и 9 десятых процентов ввп большинстве стран этот показатель от 9 до 11 процентов ввп мы вдвое вдвое сегодня проигрываем по наполнению нашего пенсионного фонда если будем говорить про страховые взносы то их поступит 6 и 3 десятых триллиона рублей приблизительно 2 триллиона рублей наша страна и наш пенсионный фонд недополучает из-за так называемой серой занятости это тоже зона ответственности правительства 2 триллиона рублей запомните эту сумму я несколько раз к не ищу сегодня вернусь и так если будем говорить о отношению к прожиточному минимуму пенсионера это вот на протяжении ближайшей трех летки мы получим интересные цифры 22 году 166 процентов 23 год 158 процентов ну и соответственно 24 вот 154 процента идет планомерное снижение покупательской способности пенсии даже и от отношения к прожиточному минимуму пенсионера есть еще более интересный коэффициент так называемый коэффициент замещения я напомню перед пенсионной реформы в этом зале принималось и это выдало выдавалось как за некое героическое решение артификации конвенции мод о том что российской федерации коэффициент замещения должен составлять не менее 40 процентов посмотрим коэффициент замещения на ближайшую скажем так четырехлетку и проанализируем и так 2022 году коэффициент замещения 30 и 9 десятых процентов 2024 30 и одна десятая процента для понимания коэффициент замещения до пенсионной реформы 2015 году был 35 и 2 десятых процентов то есть он падает мы не выполняем международных обязательств которые взяли на себя ратифицировав эту конвенцию но бог с ним с международными обязательствами давайте посмотрим как мы реализуем сегодня послание президента это задача которая была поставлена в рамках национальных целей виде прогрессивного опережающую инфляцию роста пенсий наших пенсионеров страховых пенсий прежде всего если мы посмотрим индексацию я не зря задал вопрос 5,9 процента запланирована индексация пенсий на будущий год по данным cb инфляция состоит 7,9 процента и мы словами на будущий год мы не получим не только опережающего инфляцию роста пенсии мы получим фактически украденные 2 процента если посчитаем в масштабах всей страны очень даже приличная кажется сумма то же самое было и отношение материнского капитала но вроде как мы получили обещание его тоже проиндексировать хотя бы на уровень этой неправильно вычисленной инфляции страховая пенсия в данном случае в российской федерации исходя из того что я сказал на ближайшее время это обеспечение либо нищенского либо полу нищенского существования нашим гражданам которые до этой пенсии смогли дожить что на этом фоне но первое давайте проанализируем число пенсионеров собственно пенсионная реформа у нас ставила своей целью как раз снижение числа пенсионеров без эффекта увеличенной к видной смертности за прошли ближайшие три года количество пенсионеров должно уменьшиться на 3 миллиона 137 тысяч человек иными словами 3 миллиона та экономия на пенсии которая должна 3 миллиона человек должна сложиться 60 процентов по данным статистики этих предпенсионеров не работают сегодня по тем причинам что либо не могут работать либо не могут найти работы фактически они обречены на нищенское существование экономия теперь про я проанализируем экономию которую добился федеральный бюджет это как раз трансфер на сбалансированность 427 миллионов миллиардов прошу прощения будет составлять двадцать втором году и 107 миллиардов соответственно двадцать четвертом году 320 миллиардов рублей будет сэкономлен напомню 2 триллиона мы не собрали из-за серой занятости я напомню что 3 миллиона наши граждан мы обрекаем на нищенское существование про предпенсионеров и самое интересное на 200 тысяч человек за три года вырастет те кто будет получать социальную пенсию это тех кто отработал тех кто в общем-то достиг соответствующего пенсионного возраста но пенсию нормальную получить не сможет потому что мы не хватает пенсионных баллов потому что мы не хватает соответствующих коэффициентов ну и собственно можем посчитать в целом 2 миллиона наших граждан это те кто фактически будут балансировать на уровне прожиточного минимума да мы приняли в прошлом году соответствующий закон которым теперь прожиточный минимум пенсионер оторван от реальных расходов на продукт от реальных расходов там на скажем так оплату жкх и все остальное теперь он вычисляется вот таким вот виртуальным вариантом да еще раз напомню вам даже этот виртуальный прожиточный минимум сегодня отношение к нему пенсии убывает постепенно в течение этой трехлетки наши пенсионеры будут становиться еще беднее а путин что обещал что пенсионеры будут становиться еще богаче в итоге что мы имеем снова указы путина никто так и не выполняет путины так скажем полностью отказывается все это контролировать скидывает непонятно на каких людей которые тоже это не контролирует деньги между собой они все распилили спокойненько живут более трех миллионов человек будут находиться теперь на грани жизни и смерти потому что там скорее всего не будет даже этой пенсии в 17 тысяч рублей на сегодняшний день жкх продуктовка и так далее все просто это колоссальным образом выгребая деньги они все смеются запада что там им плохо живется хотя у них там социальная помощь у бомжей от 400 до 600 долларов а зимой для них открываются специальные центры в которых они могут прийти переночевать покушать и так далее и за это не заплатят ни одного доллара получается что на западе за бомжей переживает больше чем у нас в россии за пенсионеров и вообще за людей в целом а в той же европе получается что у пенсионеров пенсии больше чем на сегодняшний день у нас у людей зарплаты которые работают на двух а то и трех работах и о каком прогрессе здесь можно говорить это просто самый настоящий позор а что думаете вы по этому поводу уважаемые зрители обязательно свое мнение оставляйте в комментариях а также не забывайте делиться данной информации в соцсетях как мы видим прогресс в нашей стране и есть но он совсем не в лучшую сторону